От чего защищает 90-й псалом? На начальных путях на церковление тебя защищают от чего угодно, от всех видимых и невидимых врагов. Когда ты веришь, что само ношение, допустим, ленточки написано в нем 90-й псалом, или пояс, или еще чего-нибудь, или молитвочки написано на бумажке, сложено аккуратненько в внутренний карманчик пиджака, тебя защищает. И, поверь, тебе дается тебе. Но со временем как бы пора вырастать все-таки с этих коротеньких штанишек и понимать, что не какие-то магические, волшебные слова 90-го псалма тебя спасают, а, собственно, смысл и содержание этого псалма. О чем он? А он о том, что тот находится под защитой Всевышнего, кто исполняет его заповеди, кто надеется на него в первую очередь, а не на себя. Делает, что должно. Вот там уже как Бог даст. Делает от себя все возможное. Не искушай его, конечно, напрасно, как говорится. Мы знаем, что этим псалмом даже сатана искушал Спасителя. Вот заповедано ангелом сохранить тебя на всех путях твоих. Давай сбросься с крыла храма. Посмотрим, как он тебя защитит. Не говорит Спаситель. Не искушай Господа Бога твоего напрасно. То есть бессмысленно. Не рискуй. Поэтому видите, как оказывается, работают слова этого псалма. Даже сам сатана не боится их произносить, когда пытается достичь своего. Поэтому повторюсь, на первом этапе своего церковления можно просто выносить с собой. Ну а дальше пытайтесь все-таки ходить перед Господом. А что это значит? Это значит не делать того, за что было бы стыдно. То, что и называется нарушением заповеди. Надо надеяться на Бога, доверять Ему, хранить Ему. При этом верность. Даже если наше доверие как-то шатко и вера слабеет. Но все равно держаться до конца, читать этот псалом, запоминать его наизусть. И поступать по тому, как говорится о человеке, который в словах этого псалма ходит под защитой Бога. Кто исполняет заповеди, того Бог защищает. Продолжение следует...